Глубоко уважаемые коллеги, ну как вы понимаете, разговор пойдет о возмещении кровопотери, и моя задача облегчается тем, что очень многие вопросы уже отвесил Владимир Анатольевич. Итак, естественно, когда мы говорим о возмещении кровопотери, мы говорим про проведение инфузионно-трансфузионной терапии. Вот это задачи современной инфузионной терапии, вы их всех прекрасно знаете. Но я хочу обратить ваше внимание на первую задачу, и, как подчеркивается, это главное условие адекватной инфузионной терапии – обеспечение адекватного транспорта кислорода к органам и тканям. Вот это задачи, но я на них останавливаться не буду. Итак, что касается транспорта кислорода. Вообще, это важнейшая константа человеческого организма, и в норме этот показатель колеблется от 520 до 720 мл в минуту на метр квадратный. Критический уровень транспорта кислорода очень индивидуален, он неопределен. Однако, безусловно, что его снижение ниже 300 мл в минуту на метр квадратный, безусловно, может представлять серьезную угрозу для жизни. И вот тут я хочу обратиться к определению, которое дал Шоков, которое дал выдающий американский реаниматолог Шумейкер. Вы знаете, что этих определений существует очень много. А вот Шумейкер считает, что шок – это патологическое состояние, при котором потребление кислорода тканями неадекватно их потребностям в условиях аэробного метаболизма. Потребление кислорода тканями определяется целым рядом фактором, и ведущим из которых является транспорт кислорода. То есть все крутится вокруг этой проблемы. Что такое транспорт кислорода? Это сердечный выброс, помноженный на объемное содержание кислорода в артериальной крови. Учитывая низкий коэффициент растворимости кислорода в артериальной крови, его транспорт прежде всего зависит от уровня гемоглобина и числа эритроцитов. Снижение уровня гемоглобина до 10 г на литр требует для поддержания кислородного гомеостаза увеличение сердечного выброса на 400 мл в минуту на метр квадратный, но на это, естественно, способны те больные, у которых система кровообращения имеет какие-то функциональные резервы. А если эти резервы истощены, то это, в общем, может сопровождаться колоссальными проблемами. И, естественно, что в этой ситуации первое, что может прийти в голову, начать переливать препараты донорской крови. Низкий гемоглобин, значит, каким-то образом надо с этим бороться. Но вот обратите внимание, тут две работы, одна из Европы, другая из Америки, они выполнены на достаточно большой когорке больных. В Европе это 3,5 тысячи, в Америке почти 5 тысяч пациентов. И они пришли к совершенно одинаковым выводам, что 28-дневная летальность у больных, принесших гемотрансфузию, составила 22,7%, а без нее 17,1%. То есть переливание компонентов в донорской крови сопровождается повышением 28-дневной летальности. И то же самое подтвердили американские исследователи. И вот наш выдающийся гематолог, академик Воробьев. «Самая лучшая единица крови та, которую никому не перелили», – сказал академик, всю жизнь посвятив вопросам переливания крови. Минздрав предупреждает. Переливание компонентов крови является потенциально опасным способом коррекции и замещения их дефицита у рецепиента. Вот это европейский гадлайн. Мы рекомендуем ограничительную трансфузионную стратегию с целью снижения риска фалогенных компонентов крови. То же самое. Гемотрансфузия ассоциируется с увеличением риска развития назокомиальных инфекций. Таким образом, мы оказываемся с вами переделимы. С одной стороны, нам надо поддерживать транспорт кислорода, это прежде всего уровень гемоглобина. С другой стороны, переливать препараты донорской крови ассоциируют с увеличением количества различного рода осложнений и, естественно, летальности. Итак, вот эти осложнения. Они бывают непосредственные осложнения, иммунные и неиммунные, тут они хорошо представлены. Они бывают отдаленные осложнения, тоже иммунные и неиммунные, вы тоже их хорошо знаете. Инфекции, передаваемые при гемотрансфузиях. Это большой круг бактериальных инфекций, это паразитарные инфекции и огромное количество вирусных инфекций. Всем этим мы можем инфицировать больных в процессе гемотрансфузии. И кроме того, я должен сказать, что вообще переливание крови – это не очень безобидная процедура. Даже безупречно выполненная, она может сопровождаться развитием осложнений. Но вот тут представлен синдром цитратной интоксикации. Вы понимаете, что он развивается в ответ на гипокальциемию, которая связана с применением цитрата натрия, который используется в качестве консерванта. Сюда же относится трали-синдром – это синдром острого повреждения легких в ответ на переливание компонентов донорской крови. Сюда же относится синдром парадоксальной гиповолемии или синдром гомологичной крови. Все это, в общем, описано и все это имеет место быть. Таким образом, показания к переливанию эритромассы и отмытых эритроцитов. Вы понимаете, что, в общем, этот вопрос носит дискутабельный характер, поскольку, в общем, законодательной базы в нашей стране нет. Абсолютные цифры гемоглобина не являются показанием гемотрансфузии, так как переносимость анемии у каждого больного очень индивидуальна. В качестве объективного критерия можно использовать коэффициент экстракции кислорода. Показанием гемотрансфузии является его увеличение свыше 40%, а в норме он составляет 20-30%. Если подобного рода исследования недоступны в вашей клинике, алгоритм принятия решений основывается на клинико-функциональных параметрах. Итак, у пациентов молодого возраста без сопутствующих заболеваний тахикардия свыше 110-130, среднее давление не в 60, депрессия сегмента СТ больше 0,1 мВ или его элевация больше 0,2 мВ, увеличение сыворочного лактата до 4 ммоли на литр и выше. А вот у пожилых пациентов и у лиц с сопутствующими коронарными, сереброваскулярными заболеваниями, лихорадкой или гиперметаболизмом, цифры несколько другие. Но, в общем, они, в принципе, колеблются в этих пределах, о которых я говорил. Итак, западные рекомендации ставят задачу предотвращения необходимости в гемотрансфузиях. Видите, это разные исследования. Достижение минимального уровня гемоглобина, не требующего проведения гемотрансфузии. И в этой связи родилась концепция индивидуального подхода к рациональной гемотрансфузии. Родилась она в Австралии. Индивидуальный подход к рациональной гемотрансфузии – это персонализированное лечение, которое получает пациент в медицинском центре с повышенным вниманием к деталям, направленное на получение лучших исходов лечения. И вот его основные принципы. Собственно, они сегодня уже и назывались. Максимальное повышение уровня гемоглобина до операции, снижение кровопотери во время операции и в послеоперационном периоде, использование альтернативных препаратов для гемотрансфузии в случаях, когда это возможно и целесообразно. И, конечно, в этой ситуации имеется в виду перфторуглеродистые соединения раствора гемоглобина. Хотя, так сказать, вопрос этот дискутабельный и спорный. Итак, ограничение объема гемотрансфузии. Методы сбережения крови. Реинфузия форменных элементов крови. Нормоволимическая гемодилюция. Ауто-донорство. Профилактика гипотермии. Внедрение в лабораторную практику микрометодов. Превентивное устранение анемии. Использование гемостатических препаратов. Итак, это использование селсервера. Ну, об этом уже сегодня говорилось. Но, естественно, что эта методика тоже не очень дешевая. И она оправдана предполагаемой кровопотери свыше одного литра. И она позволяет сберечь до 50% излившихся из кровеносного русла форменных элементов крови. Нормоволимическая гемодилюция. Ее смысл тоже понятен. Если человек теряет 100 мл крови с гематокритом 40-45%, то теряется, естественно, 40-45 мл эридоцитарной массы. А если гематокрит 30%, то он теряет 30 мл. И поэтому она осуществляется путем забора у пациентов 1-1,5 литра крови с одновременным замещением коллоидными и кристаллоидными плазмозаменителями. Эта технология не сопровождается развитием тканевой гипоксии, поскольку увеличивается сердечный выброс, улучшается реологические свойства крови, снижается периферическое сосудистое сопротивление, уменьшается преднагрузка на сердце, улучшается микроциркуляция, увеличивается экстракция кислорода тканями. Но при этом, конечно, надо не увлекаться. Итак, мы опять возвращаемся к транспорту кислорода. Понимаете, вот на этой кривой показано, что наилучшие цифры транспорта кислорода достигаются при гематокрите 30. И если мы гемодилюцию увлеклись и гематокрит ниже 30, то начинает страдать транспорт кислорода, чего мы, конечно, всеми силами хотим избежать. Аутодонорство. Заготовка аутоплазмы методом дискретного плазмофереза. Ну, в общем, тут излагается эта методика. И по мнению большинства клиницистов, заготовка плазмы для возмещения интероперационной кровопотери при оперативном лечении более целесообразна, чем заготовка цельной крови. При интероперационной кровопотере 15% ОЦК возмещение глобулярного объема обычно не требуется. То есть идет заготовка плазмы. Профилактика непреднамеренной гипотермии. Это колоссальная проблема, ее уже касались. Снижение температуры тела на 1 градус уменьшает на 10% активность факторов свертывания тромбоцитов. Снижение температуры тела до 32,2 градусов увеличивает летальность на 23%. Гипотермия ниже 32 градусов может сопровождаться 100% летальностью. Ну и профилактика этого осложнения достигается разными методами. Это подогревание операционного стола, инфузируемых растворов до 37 градусов, обертывание больного с огревающими материалами и матрасами и обогревание софитами. Теперь, что касается синдрома железно-дефицитной анемии, я на нем несколько подробнее остановлюсь. Он характеризуется нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа и проявляется анемией сидоропении, а также развитием трофических нарушений в органах и тканях. Предоперационная анемия у взрослых и детей является четким предиктором интраоперационной гемотрансфузии в различных областях хирургии и ассоциируется с развитием осложнений. Это европейский гадлайн. Вот это интересное исследование. Посмотрите, какая колоссальная выборка больных 227 тысяч, даже больше, принесших операцию, не связанную с кардиологией. У 30,4% отмечалась предоперационная анемия. И если у них было все в порядке, отсутствовали какие-то предоперационные факторы риска, показатели послеоперационной смертности и заболеваемости в течение 30 дней были низкими, если у них все хорошо. Но наличие предоперационной анемии и любого из факторов риска, например, пожилой возраст или хобл, значительно повышает послеоперационные показатели смертности и заболеваемости. Статистика железодефицитной анемии. 43% при раках различной локализации, 45% при воспалительных заболеваниях кишечника, 24-85% при хронической почечной недостаточности, это понятно, нет эритропоэтина, 43-100% при хронической сердечной недостаточности. Итак, ВОЗ определяет анемию. Меньше 130 грамм на литр для мужчин, меньше 120 грамм на литр для женщин, меньше 110 грамм на литр для беременных женщин. Ну и, естественно, классификация. Она бывает легкой степени тяжести, гемоглобина 90 до 110-120, умеренной степени гемоглобина от 70-80 до 90, и тяжелая анемия 70-80 грамм на литр. Частота предоперационной анемии, по данным литературы, варьирует от 30 до 90%. Огромное количество больных идут на операцию с анемией. И вот анемия в предоперационном периоде оказывает негативное влияние на заболеваемость и длительность госпитализации. Вот видите, красный – это пациенты с анемией, а какой-то синий фиолетовый цвет – это, естественно, группа контроля, у которой анемии не было. Им гемотрансфузии потребовалось, им, у которых была анемия, в 7 раз чаще, чем у больных, у которых анемии не было. У этих больных наблюдалось значительное увеличение инфекции мочевыводящего тракта, у них наблюдалось увеличение случаев инфекции респираторного тракта. Пациенты с анемией провели стационарий на 7 дней дольше, чем пациенты из группы контроля, и расчетная стоимость дополнительных дней капитализации пациентов с анемией составила 4200 евро. Анемия в предоперационном периоде увеличивает потребность в гемотрансфузиях во время оперативных вмешательств. Анемия отсутствует, и видите, гемотрансфузия потребовалась у 2,5% больных. А вот анемия средней, легкой степени, простите, уже потребовала гемотрансфузию у 10,5% больных. Анемия средней и тяжелой степени тяжести потребовала очень существенное число, 35, я плохо вижу отсюда, 35% больных потребовало проведение гемотрансфузии. При лечении анемии перед операцией концентрация целевого гемоглобина должна составлять не менее 130 грамм на литр у обоих полов, чтобы свести к минимуму риск трансфузионных осложнений неблагоприятных исходов. Итак, препараты железа с этой целью используются, об этом говорили. Они разные бывают. И вот смотрите, вот это два исследования. Одно провели в Соединенных Штатах. С целью борьбы с анемией применяли препараты железа. При этом смертность составила 0,4 случая на 1 миллион, а тяжелое осложнение 38 случаев на 1 миллион. А другое исследование в Великобритании. Там с целью борьбы с анемией использовали эритроцитарную массу или эритроцитарную взвесь. И смертность составила один случай на 100 тысяч, а тяжелое осложнение один случай на 16 тысяч, то есть в десятки раз чаще. Терапия внутривенными препаратами железа сопровождается значительным снижением риска необходимости переливания аллогенных эритроцитов. Эти данные свидетельствуют о том, что препараты железа для внутривенного введения могли бы широко применяться для лечения анемии в условиях стационара. Внутривенное железо следует использовать в качестве терапии первой линии у пациентов, если операция планируется в течение меньше 6 недель после постановки диагноза железодефицитной анемии. Ну, в общем, тут разные препараты. Наш опыт показывает, что наиболее эффективным является карбоксимальтазат железа, и он характеризуется высокой однократной дозой до 1000 мг, быстротой введения 200 мг железа в виде внутривенного болюса и 1000 мг железа в виде 15-минутной инфузии, селективностью доставки железа в органы кроветворения, сниженной иммуногенностью по сравнению с другими из-за отсутствия в составе декстрана. Отсутствие необходимости в тестовой дозе обладает хорошей переносимостью, редкими побочными эффектами со стороны желудочно-кишечного тракта. И вот тут показано, сравнивают карбоксимальтазат и сульфат железа, и вот в чем достоинство карбоксимальтазата. Видите, уже через 3 недели насколько повышается уровень ферритина у этих больных. То есть в разы существенно выше, чем у больных, которым применяли сульфат железа. Теперь, что касается 6 фармакологических стратегий по снижению переоперационной кровопотери. Во-первых, это апротинин. Вообще, когда-то он применялся очень широко. Я помню, когда говорили о лечении ДВС-синдрома, я хочу напомнить, что я из Барнаула, и поэтому там эти вопросы обсуждались очень интенсивно. И мы обсуждали тему, сколько надо вводить контрекала такую-то дозу или секую дозу. То есть это был широко применяемый препарат. Это поливалентный ингибитор протеаз. Он оказывает антифибринолитическое и гемостатическое действие. Потом выяснилось, что он увеличивает в два раза летальность в кардиохирургии по сравнению с плацебо. И от этого препарата все начали отказываться. В частности, акушеры-гинекологи вообще убрали его из своих протоколов. Но сейчас препарат переживает ренессанс. То есть к нему начали возвращаться. Оказалось, что в общем его побочные эффекты не такие страшные, а позитивные эффекты они значительно лучше, чем думалось об этом. Теперь, что касается десмопресина. Это синтетический аналог вазопресина. Он хороший препарат. Но, к сожалению, он имеет очень узкий круг показаний. Он индустрирует выработку факторов фон Виллибранта и восьмого фактора эндотелиальными клетками. И поэтому он показан при массивной кровопотее у больных синдромов фон Виллибранта в рожденных и приобретенных дисфункциях тромбоцитов. Но в этих ситуациях он действует безупречно. Перлепресин. О нем уже Владимир Анатольевич говорил. Он действует преимущественно на вазопресиновые рецепторы, вызывает сужение артерио-вену и вен, сокращение гладкой мускулатуры висцеральных органов, уменьшает печеночный кровоток и снижает давление в портальной системе. Он усиливает перистальтику кишечника и активирует сократительную активность миометрия. И вот показания к применению. Кровотечение желудочно-кишечного тракта, в том числе варикозно-расширенные вены пищевода, язва желудка двенадцатиперстной кишки, маточные кровотечения, кровотечения, связанные с хирургическими вмешательствами на органах брюшной полости малого таза и гепатеринальный синдром первого типа. Ну, то есть это экстренные ситуации, остропротекающий синдром. Он не оказывает выраженного антидиуретического эффекта. При его применении не отмечается повышение уровня лактата, что свидетельствует об адекватной оксигенации тканей. Он усиливает спланхнический кровоток. Ну, осложнения бывают, да, повышение давления, поскольку это вазопрессор, бородикардия, стенокардия, даже инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, пресердные желудочковые нарушения ритма, одышка, бронхоспазм, боли в животе, усиление перистальтики, боль гипонатриемия. Трониксам, о котором уже говорилось, он ингибирует действия активатора плазминогена и плазмина, которые обладают фибринолитической активностью. То есть, это тоже антифибринолитик. И вот было проведено колоссальное исследование, видите, тут анализировали исследования, которые были сделаны между 1 января 64 года и 7 апреля 2017 года. То есть, колоссальная выборка больных. И вот оказалось, что экстренное введение трониксамовой кислоток после родов и травмы достоверно снижает смертность от кровотечения. Причем вводить его надо рано. Раннее введение трониксамовой кислоты на каждые 15 минут повышает эффективность при кровотечении на 10%. И временная точка, при которой трониксамовая кислота уже неэффективна, это получается 180-200 минут. Видите, вот она, эта точка, то есть он уже перестает действовать. То есть, это надо все вводить, естественно, рано. Началось кровотечение, надо его вводить. Он уменьшает кровотечение, этот препарат сам в его начале, предотвращает гипоксию, ацидоз, исключает необратимые изменения в ткани. Он безопасен для введения. Тут сравнивается трониксамовая кислота и плацебо. Ну, в общем, тут большая таблица, но поверьте мне на слово, если плохо видно. В общем, ряд показателей у трониксамовой кислоты даже ниже, чем у группы плацебо. Амбен. Аминометилбензойная кислота, ее как-то плохо знают, хотя это наш отечественный препарат, сделан на основе серотонина. Он тоже относится к ингибиторам фибринолиза, синтетическим аналогам лизина. По своему действию аналогичен эпсилонаминокапроновой кислоте, однако значительно эффективнее ее. Специфическое кровоостанавливающее действие обусловлено повышением фибринолиза, связанное с блокадой активаторов плазминогена и частичным угнетением влияния плазмина. Иначе говоря, он является, во-первых, антифибринолитиком. Во-вторых, он обладает способностью мобилизовывать ионы кальция из дипо, ускоряя процесс свертывания крови и сокращая время кровотечения. Третий механизм. Прессорная реакция последуется серотониновыми рецепторами кровеносных сосудов, а стимуляция этих рецепторов на мембранах тромбоцитов приводит их к активации и агрегации. Иначе он активирует свертывающую систему, он угнетает фибринолиз, он активирует тромбоцитарный гемостаз, и он обладает, естественно, вазопрессорным эффектом. Вообще, препарат очень достойный, у нас опыт работы с ним есть, ну и, в общем, я его рекомендую. То есть, вполне, так сказать, можно его использовать. Вот его показания нарушения свертываемости крови, посттравматические кровотечения, гинекологические кровотечения, кровотечения при крупных хирургических вмешательствах, локальные кровотечения, массивные переливания крови. Ну и, в общем, я возвращаюсь к Агилу 7. Это первый отечественный рекомбинатный фактор свертывания крови. Как вы понимаете, это полный аналог Новосевана. Вот механизм действия препарата. В фармакологических дозах он напрямую без участия тканевого фактора активации переводит фактор свертывания крови 10 в активную форму 10А на поверхности активированных тромбоцитов в зоне повреждения. Фактор свертывания крови 10А запускает начальные процессы превращения протромбина в тромбин. Тромбин путем превращения фибриногена в фибрин обеспечивает образование гемостатической пробки, а также способствует активации тромбоцитов и факторов свертывания крови седьмого, простите, пятого и восьмого в зоне повреждения. Ну вот видите, тут сравнительные дозировки. У Кагила и Новосевана они абсолютно одинаковые. Доза 100 микрограмм на килограмм, введение болезненное внутривенное, кратность введения каждые два часа до появления терапевтического эффекта. Затем интервалы между введениями увеличивают на 4, 6, 8 или 12 часов и возможно введение дозы 270 микрограмм на килограмм. Вот что касается фармакокинетики Кагила и Новосевана. Видите, эти кривые абсолютно сливаются, то есть это абсолютно равнодействующие препараты. То же самое фармакокинетики, фармакодинамика этих препаратов. Это АЧТВ и протромбиновое время. Тоже все эти кривые сливаются, то есть они действуют абсолютно одинаково. И сравнительное исследование теста генерации тромбина. То же самое, совпадающие кривые на графике. Он, естественно, должен использоваться после выполнения хирургической остановки кровотечения. Понятно, что если в аорте есть дырка, то Кагилом вы это кровотечение не остановите. После использования компонентов крови, то есть кровопотерю, надо возместить. После коррекции факторов, ингибирующих коагуляцию, гипотермия, ацидоз, гипокальциемия. И естественно, что Кагил эти этапы лечения не заменяет. И он используется только при угрожающих жизни кровотечениях, когда обычные методы неэффективны. Это потеря УЦК за 24 часа, потеря более 50% крови за 3 часа, темп кровопотери более 150 мл в минуту или 1,5 мл на килограмм за 20 минут, доза 100 мкг на килограмм, и вторая доза через 20 минут, если необходимо. Ну и вот применение, кстати сказать, в онкологии. То есть, кстати сказать, эта работа тоже из Барнаула. Как вы видите, что применение Кагила в условиях онкологических операций большой кровопотери позволило снизить больше, чем в 2 раза объем кровопотери. Объем перелита эритромассы снизился, тут получается, даже в 3 раза. И объем свежезамороженной плазмы снизился тоже очень существенно, раза в 1,5. Итак, преимущества индивидуального подхода к рациональной гемотрансфузии. То есть, о чем мы начали говорить с вами. Значит, снизилась частота гемотрансфузий, снизилась, естественно, смертность и снизилось число серьезных осложнений. Рациональный индивидуальный подход к рациональной гемотрансфузии позволяет снизить частоту гемотрансфузий у хирургических пациентов на 75%. И вот экономические преимущества этой методики. Больницы Голландии начали применять эту методику в 2002 году, особенно при больших ортопедических операциях. Ежегодные отчеты Голландского банка крови показали снижение общего количества аллогенных трансфузий на 12% за этот период времени. Но при этом число госпитализаций возросло от 1600-2300 в год до 10 тысяч. То есть, резко увеличилось число выполняемых операций. А при этом число гемотрансфузий снизилось. И было подсчитано, что в Голландии в результате применения этой технологии экономия средств составляет 100 миллионов евро в год. То есть, совершенно блестящий результат. Спасибо за внимание.